ну что мы закончили с вами линию реглана без а вывязывать 10 правильно говорю это много сейчас гору вязание несколько что я говорю не так правильно ну я так это понимаю и помните мы вязали для переда узор у меня линия реглан вот он наш узорчик выходит смотрите какой красавец листья наши они все после стирки еще подправиться и вот у меня получается для регланной линии вывязывания как раз четко 55 рядов именно вот нашего узора для того чтобы мне хватило и 56 я сейчас буду как раз вязать увязывать сформировать туловище и рукава так помните что мы с вами в середине рукава начинали вязание то есть сейчас нам нужно довязать до нашей регланной линии и сич еще одну момент хочу заметить пятьдесят пятом ряду я не делала прибавки на реглан потому что под все что мы их удачно провязать не сможем поэтому давайте сейчас мы быстренько с вами довяжем до конца рукава и уже потом вы и уже будем формировать принципе как это делать вы уже видели я вам показывала в предыдущих моих мастер-класса сегодня я сделаю иголкой потому что очень много теле и будет сложно сделать рука то есть сейчас мы с вами довязываем до соседнего рукава провязав петли узора давайте чтобы я не тратила время до соседнего рукава до спинки ну вот спинку мы полностью провязали рукава пол рукава и спинку дошли до 2 рукава и петлю реглана мы привязываем в спинку теперь мы берем с вами я рекомендую вытаскивать спицу чтобы более затянуть и она не наполталась и теперь мы петли до следующей регланной линии до сюда правя продеваем нитка с иголкой можно крючком ну и петель очень много будет сложный смертельный поэтому берем просто по 2 по 3 петли как вам удобно и как бы шьем по спице как видите ли не сложно я дальше продолжать не буду я думаю вы сделаете сами в том встретимся и покажу что делать дальше и расскажу потому что принципе сложного нет если есть это вопросы то задавайте либо здесь в комментариях либо вернитесь просмотрите как я делала это в регланном свитере в детском регланном свитере реглана мозг ну и что вправе справились все я вот дошла вот показываю вам просвечивается сильно видите вот ли регланная петля осталось ниточкой так как это было с иголочкой мы с вами вот так вот разрезаем иголочку туда и теперь просто связываю не затягивая потому что если вы хотите мере то лучше не затягивать я завяжу на узел потому что нитку взяла пожалела как говорится нитки и мне лучше на узел я его потом просто разрежу да и все у нас есть готового на что не в 1 пист не рассыпались петли проверяйте за этом и теперь мы с вами что мы делаем давайте мы соединяем спинку с передом между собой вот здесь очень важно крепко затянуть не то чтобы петля нитка разорвалась а просто чтобы не оставалось не было вот этого вот гуляния вот так раз и затянули 2 и все дальше уже будет проще в этом дальше будет еще затянуть ну пока вот так так и вот мы довязываем наш перед и вы помните узоры я отмечала специальным маркером для этого можно как говорится и провязываем петли узора петли 56 ряда то есть по узору мы вяжем и дальше вяжем мы тело опять же по кругу а потом мы с вами провязываю делаем следующую манипуляцию со вторым рукавом аналогично этому рукаву я думаю вы без меня дальше уже справитесь вот смотрите красиво выходит рукавчик вперед вы сможете сами сделать второй рукав и вяжем начинаем с первого ряда повторять узор до конца до нужной нам длины и я пока еще не знаю какую я хочу длиной вообще насколько мне не так на что хватит у меня очень мало я почему-то ошибочно заказала меньше чем хотела в последнее время как-то наверно сказываются запасы после изделий оставшиеся надо нами искать куда-то их пристроить кому-то подарить или продать не знаю как правильно это делать особенно с бобинные пряжи есть много запасов но я понимаю что их использовать на второе изделие как-то лично для себя не очень хочется в общем давайте дальше вязать и встретимся когда уже с резинкой будем делать и принципе резинку я думаю вы тоже сможете без меня сделать и так сейчас мы с вами просто снимем спицы которые я вязала на толщине 4 и сейчас я хочу перейти на резинку было вывязано сразу вы дождите для свитера я вывязала вот три этих рапорта полностью от 1 до 56 на схему обращаю ваше внимание что на схеме узора указаны только четные ряды и вот этого вот рядового рапорта то есть я брала для вставки вот недостаточно было вот этого всего узора и вот этого рядового рапорта была провязана три три раза то есть первый раз я если вы помните мы провязали до регланом потом два раза вот здесь я провязала и сейчас 56 ряд у меня остался с этого узора и в процессе 56 ряда я хочу перейти на спицы номер два с половиной сразу же для этого просто я буду право отвязывать 56 ряд и переходить на них я буду вязать резиночку примерно ряду в 10 хочу сейчас вот то есть вы сами можете это сделать без меня перевязать весь последний 56 ряд тонкими спиц ну что рядочек провязали я думаю самостоятельно вы справились я уже даже померила нужная мне длина и и теперь хочу просто немного он как бы стянется внизу вот это ж на спицах вы понимаете да и провязать хочу быть рядочков 10 лицевой да вот примерно столько будет да сейчас посчитаем даже сами раз два три 4 5 6 7 8 9 10 да вот как и раз угадал еще добавится 10 рядочков и просто резиночки один на один я не хочу сильно 2 на 2 на будет выделяться здесь у нас рисунок акцент на рисунок поэтому естественно нам не нужна с вами никакая резинка так и сейчас я думаю резинка 1 на 1 я начну хотя все мы умеем с вами вязать и очень важно провязать резинку один на один первый ряд внимательно потому что очень часто можно сбиться и потом будет очень некрасиво я думаю даже не думаю а он даже знаю правильно сказать ниточка если что я не помню говорила или нет уже повторюсь значит это слонемская пряжа полушерсть честно говоря это мне вторая вещь с этой пряжи и вот я конечно ситр этот еще не носила но процесс вязания был неплохим хотя многие мне говорили ты что это нитка она будет расслаиваться ну вот ничего мне не расслаивать говорю как есть думаю закрыть и довязать резиночку вы сможете самостоятельно без меня а сейчас давайте чтобы не тратить время мы просто перейдем с вами к рукавам там завязано или отрезать надо значит перейдем на эту сторону для этого вы просто берете спицы которые вязали тушку я именно и как делаю и продеваете их сквозь петелечки что вы когда вы одевали внимательно следите чтобы ничего не пропустить как иголочка знаете вот так ниточку вытягиваем можете вытягивать процессе можете сразу как вам удобно и естественно дальше мы вяжем я приподнимаю что давайте сами переоденете без меня а я вам потом расскажу дальше что мы будем делать для рукава я конечно же беру 2 моточек ниточек и смотрите дальше собрал петли по рукаву да вот они все у нас еще есть такая щель и если мы начнем с вами к еще не правда конечно назвать и если мы с вами начнем что-то вязать вот так нужно будет смотрите на закрывать эту дырочку чтобы этого не делать мне так кажется удобнее и красивее будет если мы подхватим сразу же петли стушки вот внимательно как раз в таком случае у вас рукавчик будет очень удобный ну а теперь мы привязываем ниточку я привяжу немножко попозже когда-то вижу резиночку здесь внизу чтобы не было 2 мотка и не очень удобно будет за собой возить это все и вяжем нужной длины рукава я планирую вязать 3 четверти вы же можете вязать как удобно вам длины точно также на рукавах будет 10 сантиметров резин 10 рядочков резиночки простите